Ребят, я уже достал фразой, что буду снимать влоги, но постоянно эти обещания сходят на нет. В общем, вы сами все видите, что происходит в стране с платформами, поэтому вообще непонятно, куда теперь заливать видосы. Вот этот я выложу в YouTube, но при этом продублирую в телеге, ссылку оставлю в описании к ролику. И еще хотел сказать, что перешел на экшн-камеру, достал свою X3000, вот она беленькая, маленькая, если кто не помнит. Снимаю Full HD, 60 кадров. Знаете почему? Потому что телега не поддерживает качество 4К, Яндекс.Дзен тоже. 60 кадров, ты говорил 30. 4К вообще в принципе не поддерживаю. Нет, ты сказал, что сейчас ты снимаешь Full HD, 60 кадров. Да, все правильно. А ты мне говорил то, что было что-то еще 80-30 кадров. Нет, 1080-60 я говорил, ты просто забыла. Нет, ты просто говорил неправильно. Нет, я говорил все правильно. Ты сказал 30 кадров. Да ты меня не слушаешь никогда. Ты сказал, что в черной поддерживается 4К, что 60 кадров, а тут нет. Да, я так и сказал. И сказал, что буду снимать 1080-60 кадров. Специалист, блин. Еще какие-то комментарии свидетельствуют. В общем, все видосы я буду дублировать на платформе Яндекс.Дзен, Телеграм, и посмотрим, что из этого выйдет. Потому что вот эти сообщения, что вот-вот YouTube заблокирует, ну не сильно мотивирует выкладывать туда видосы. Я сегодня в Инстаграм уже выложил ссылку на Телеграм-канал. Там уже 500 подписчиков. И надеюсь, что вы, YouTube-аудитория, тоже подпишетесь. Потому что там достаточно оперативно получается выкладывать какие-то фоточки, видео с телефона. И я надеюсь, что будет интересно. Катя при этом тоже создала свой канал. Но у нее просто будут там свои темы. Я тоже ссылочку потом уже в своем Телеграме обязательно дам на Катин канал. А что мы вообще сейчас делать будем? Поедем, поедим. Посмотрим, зайдем в ТЦ. Как закрылись вот эти все магазины. Да, я слоупок. Мы просто с Катей ездили на Кавказ. В Сочи были. Что-то никуда не ходили. У нас были путешествия. Поэтому я всего этого тупо не видел. И по поводу влогов хотел сказать. Я до сих пор не выложил видосы, когда ездил с мамой на Кавказ. Я обязательно это сделаю. Дело в том, что только сегодня мы приехали в Москву и Сочи. И у меня не было жесткого диска с этими файлами. То есть он у меня вот здесь находится. Он черненький мой. А компьютер лежал просто в Сочи. Поэтому и материалов нет. Плюс дополнительно хочу сказать, что влоги, которые... Ну, вы видели, да? Мы там делились в Инстаграме видосами с Кавказа. Это все будет монтировать вот эта девушка. Не знаю, правда, когда она это сделает. Она сейчас разбирается в Final Cut. И я думаю, что за недельку так точно разберется и выложит какой-нибудь видос. А дальше пойдет все гораздо быстрее. Что-то дома так жарко сейчас открою. Вот, поэтому обязательно влоги будут. С платформами я, в принципе, уже все рассказал. И, может быть, заметили, я тут параллельно еще залез в онлайн-трейд. Смотрю на цены и офигеваю. Вот эту батарейку я в свое время, это не оригинальная для здоровой камеры, покупал за 3000 рублей. Сейчас она стоит 7000 рублей. А вот эта оригинальная стоит уже под 12000 рублей. Она в ней не распакована. Уже год лежит, потому что мне двух достаточно было. Так, ну и что еще? А, ну да, я еще, смотрите, бэушную камеру купил, X3000. Еще одну. Потому что цены ползут вверх, новых нет. Там, где они продаются, стоят по 60000. Вот на одну я сейчас снимаю, на вторую будет Катя. Для того, чтобы ежедневки просто какие-то... Ну, не ежедневки, а просто влоги снимать. Вот, поэтому посмотрим, что из этого получится. Может быть, и вообще перейдем на рельсы, что я буду просто снимать. А Катя уже свое авторское видение накладывать в монтажки. И влоги будут подинамичнее, поинтереснее. Потому что я немножко подустал от этого всего. Все в целом, все рассказал. Ссылки обязательно там смотрите в описании. Влог сейчас не заканчиваем. Будем просто подряд все снимать. И мы посмотрим, что из этого получится. Потому что я сам уже давным-давно ничего не снимал. И немножко отвык от этого. Что еще рассказать? Не знаю, что. Катя красится. А я просто хожу по квартире и занимаюсь херней. В общем, жду ее. Сейчас надо будет завести еще машину. Там тоже, кстати, по машине столько приколов. Я думаю, автовлюбители сейчас понимают. Насчет чего я вообще, в принципе, расскажу. Про запчасти и сколько сейчас стоит ТО. И вот это все. Ну ладно, это отдельная тема, на самом деле. Заводим машину. Так. Продолжаем попытку установить соединение. ЧПОНЬК, ЧПОНЬК. И на 15 минут ее заводим. Наконец-то Катя собралась. Мы выехали из дома. И сейчас обсуждали тему монетизации блогеров. И я вангую, что сейчас начнутся проблемы с контентом. Потому что вот даже вы, мои подписчики, часто говорили, что я зарабатываю очень много при помощи канала. Но на самом деле нет. Максимальный доход, который я извлекал, был с ролика, который я снимал еще в Таиланде, где я Саше дарил айфон. Заработал я на нем 2000 долларов. То есть, да, весомая сумма, но там было большое количество просмотров. А так, в целом, ну где-то 20-40 тысяч рублей просто прилетало мне с Ютуба каждый месяц. Сейчас у меня этого заработка нет. Но я никогда не ставил себе цель заработать на Ютубе, стать там супер популярным. Мне просто нравится лайв, нравится монтировать. И я не пострадал. Но те блогеры, миллионники, которые сейчас, ну я думаю, вы видели ролики, плачут о том, что, скорее всего, у канала, там, не знаю, роликов будет меньше. Помогайте, спонсируйте. Скорее всего, они канут в лету, потому что спонсировать люди на первых порах будут более активно, мне кажется. А потом все меньше и меньше. Плюс у народа тоже денег, знаете, в обрез. Либо контента меньше будет, либо вообще закроется нафиг. Но у нас лайв. Я на этом не зарабатываю особо, поэтому будем продолжать. Представь, вот так пофантазировать и айфон отключит. Жестко. Мы будем, смотри, с тобой снимать на экшн-камеры, потом это все дело заливать на компьютер, там монтировать. Не, ну конечно, такого не будет, я прям уверен. Если айфон отключить, то твои маки тоже? Ну, винду. Ну, прекрасно, я ненавижу винду. Но если не будет вариантов, то тебе не придется выбирать. Либо на линуксе сидеть. Ну, это еще более жопа, чем винда. Это что? Убунту. Ну, это такие операционные системы. Линукс-образные. А? Лучше тогда винда. Да, лучше винда. Тем более у меня винда 11, она типа норм. Что в целом по погоде в Москве? Ну, один градус тепла. Снега нет. В принципе, неплохо. Сейчас заедем, заправимся. Вчера мы долго-долго ехали из Краснодара до Москвы. Проехал я за день 1400 с чем-то километров. Устал как тварь. Просто выглядел ужасно. Ну, я и правда... На дороге что-то тошнило немного. Тебя тошнило? Да, назад уже. Да, мне подташнило, живот болел. Ну, мне кажется, я просто объелась сладостью, мне что-то на жорт потянуло сильно. Я потом просто залезла на кровать назад и спала. Последние часа два, наверное, три. Сколько я спала? А ты помнишь, как только мы с тобой познакомились, мы с тобой переписывались о том, что, ну, типа, в дороге лучше не жрать вот это все. Я тебе прям предупреждал. Я купил круассаны, какие-то там сухофрукты, печеньки, фигеньки, чипсы. Катя все это съела и живот заболел, видимо. Ну, у меня живот не привык. Я ем, блин, часто, но вообще по маленьким порциям. А вчера прям много, очень много. Круассаны. Я никогда столько круассанов не ела. Я ела один круассан, и все, как бы, мне достаточно. А тут я пол пачки съела. Да, я купил здоровую. И очевидно, что заболел живот. Ну, подожди. Нам надо, казалось бы, да, возобновить хорошее питание. Ну, сейчас с тобой опять пойдем в ТЦ и наберем пиццы. Молодцы. Ну, почему пиццы? Можем взять куриный супчик. Ну, просто куриный супчик я не наемся. Салатик. Слушай, а можно в тюремок пойти? Блинок какой-нибудь вкусный. Там блины, там супы есть. Там котлеты есть, там оливьешка есть. Оливье я люблю. Ну, там он такой, как бы, промышленный, но никогда и не травился. В принципе, неплохой. Если по десятибалльной системе, ну, где-нибудь шесть. Ну, вот Корти там дофига всяких этих, забегала. Если они не закрылись. Супы, салатики. Ну, сейчас посмотрим. Да нет, такого не будет. Но в Сочи, когда мы были, в Море-Моле, мы увидели, что H&M закрыт. Все. Рестор был закрыт. Ну, на день. Что еще было закрыто? Не знаю, я увидела только H&M. Все остальное вроде открыто было. Но это было давно. Да, это было давно. Мы еще не приехали тогда. Да, мы только-только. Потом прочитали новости. Адидас уходит, Лакост, Фигос. Сейчас посмотрим. Да, даже интересно. Ну, моя мама говорила, что в Брянске аэропарк, там торговый центр такой, половина закрыта, даже больше. Причем непонятно, чем заменять. Тут еще, знаешь, на самом деле, прикол состоит в том, ну, хотя это вообще не прикол, то, что ТЦ потеряет вот этот поток людей, снизится покупательская способность и заменять. Пока что нечем. Я, конечно, не говорю о том, что я сильно пострадал и мне прям нужны там Адидас, H&M и прочее-прочее. Нет, я не жалуюсь. Я скорее про то, что владельцы ТЦ, конечно, сильно потеряют. Что, Мак, говоришь, Телеграм какая-то хрень? Не поняла, да, сначала? Ну, да, я сначала не поняла, что это мой за канал и что-то такое. Ну, вроде как бы Телеграм, понятно, что это типа WhatsApp, только как бы другой вариант и просто переписка. Здесь канал, думаю, господи, что это канал? И потом я смотрю своих подписчиков на Ютубе, у кого я там подписана. Да, они все как-то Ютуб тоже типа закроют скоро и все перебираются на другие какие-то Телеграмы там, ссылки. Ну, вот я и собираюсь, я просто достал экшн-камеру, снимаю сейчас 1080, ну, потому что 4К не поддерживается в Телеграме. Буду в Яндекс Дзен кидать, Яндекс Дзен-то ты пользуешься, вот, и в Телегу буду кидать. Ну, и в Ютуб пока его не заблокируют, потому что монетизации там уже нет, ни спонсирования, ни платных чатов, вообще все вырубили. Ну, да-да-да, я поняла, что там вообще полная, как бы, шопа. Ну, естественно, перед заправкой на Лукойле решил заехать в Макдак, взять себе кофе. Вот, блин, вот не совру, ни разу я такой очереди не видел. Она, конечно, не гигантская, не сравнится с тем, что на Ленинградке происходит, но здесь глухое место, тут никогда никого нет. Мы с тобой сколько ездили, блин, одна-две, ну, три машины, окей, иногда в пятницу бывает, но где-то там, ну, я не знаю, сколько ждать мы будем, минут 20, может быть, надеюсь. Может, не нужен нам этот Мак? Кофе хотел очень сильно. Ну, кофе давай возьмем на Фоскорте, в ТЦ. Думаешь? Да. Забить? Тем более оно здесь горькое, невкусное. Нафиг этот Мак, поехали в ТЦ. Сейчас в ТЦ тоже заедем, и там тоже будет бред с очередями, да, за кофе. Сейчас заедем пятерочку нашу любимую. И купим цикорий. Да. Мне очень понравился видос, да, где чувак кладет кофе, и сникерс в итоге на выходе, с кассы выезжает цикорий, и конфета степ. Да, это все вот, да, они стоят, ждут свою пищу. Поезднее, едем к 4 бонусы. Да, неохота. Но мы сейчас заправимся. Кстати, вот исторически просто показывают, что бензин действительно подешевел. 54 рубля, 3 копейки, 5-й экто стоит, это прям супер. Потому что... Ну, он почти да, хоть какой-то плюс, потому что он до 60-ти почти. Так, чувак, вот его я помню, он его сейчас заправят. Тогда посидишь в машине, чутка, мне бы еще докурить. Ну, сегодня суббота, народу много. Рибок открыт, Adidas открыт. Что там у нас дальше, я не помню. Nike открыт, да. Икея-Сити уже была закрыта, пока я не вижу. У нас остался Хофф. Хофф есть, да, это самое главное. Будем теперь вместо Икеи там все покупать. Ну, ладно, от Икеи, в принципе, не убудет. Мне пофигу. Все остальное пока открыто. Все, я даже не вижу. Ни одного закрытого крокса, точно. Ну, они прям реально закрыты? Да, кроксы закрыты. Ну, мне похеру, я там никогда ничего не покупал. Поэтому вообще насрать. Так, пойдемте сюда. Что у нас там снизу? Я не помню, есть ли какие-то магазины, которые попали под санкции. Sketchers открыто. Ну, все остальное, обувка есть. Ну, может быть, это просто время нужно закроется? Может быть. Я просто не знаю конкретных дат, когда и что. А если так в целом, то мне пофигу. Будем в Sportmaster за 3кс и кроссовки покупать Sketchers. И меня это вообще никак не беспокоит. Samsung работает. Вот это я даже не знаю, что за бренд. Stockman открыт. Ну, мы преувеличили масштаб трагедии. Все работает, все отлично. H&M точно не работает. Но он там чуть дальше. Мы с тобой сначала поедим, да? А потом уже еще посмотрим, поснимаем. Я буду чизбургер. Прожарка сыр. Средний, да. Можно батат 110 и фри 110. Соус-желательный? Да, сырный. Два. Сюда показывай. Да, да, все. Проверим. Во всяком стекле, у меня средний прожарка, салатка, узлов, два кола, чистый, без среднего прожарка, батат маленький, три маленьких, два соус-желательных. А батат карты надо? Да, да, карты. Вот и еда. У Кати стейк, у меня чизбургер, батат и обычный фри. Тут еще всегда дают огурец салям. И у меня огурец. И у тебя тоже. Что еще? Нам надо кола. Довольно? Вот мы сейчас на втором этаже. Тут херово видно. Но это Томми. Он закрыт. А еще там чуть ранее был магазин Ямагуча. Там продают дорогущее кресло массажное и что-то еще. Вот он тоже был закрыт. Это пока все, что мы увидели. Но у нас там впереди Зара и все вот эти их магазины. И Юникло. Там еще посмотрим. Если что, развернемся уже. Шопиться нам не надо. Мы чисто поесть пришли, поэтому... Ну и посмотреть. Тут все открыто. Фольки. Суперстеп. Хотя это немецкий бренд. Может они еще не объявили санкции. Может быть попозже. Но не очень-то и хотелось. Но всего лишь носки, чулки и всякая херобора. Крешник три дикие. Ой, я снимаю. Ой. Слышал? Нет. Так, ну и чендем у нас закрыт. Я очень расстроена. Дай-ка я тебе знаешь что? С бубнюшки уберу что-то. Любимые лифчики. Катины. Да. Слушай, ну где-то альтернативой все равно есть. Ну да. А вот и Зара, кстати. Моя любимая кожанка. Да. Мы хотели недавно купить... В общем, у Кати была одна из Зары. Хотели еще одну купить. Она сейчас есть, просто она, да. На рукавах, короче, кожанка очень слезает. А мне другие не нравятся. Можно с примеркой Ламода, если только смотреть. Какую-то альтернативу. Ну потому что непонятно вообще, откроется Зара или нет. Я не буду сейчас еще вниз спускаться, потому что там еще Масима Дути. Это все их фигня. Там дальше еще их магазинчики. Что там у них? Бершка, Фигершка, все же их тема. Средивариус. То, что все закрыто, да? Да, то, что закрыто. Я даже идти не буду, потому что если головная Зара закрылась, то и остальную точно. Тут еще знаешь, в чем прикол? Они такой дорогой ремонт сделали. Тут красивая подсветка. Сейчас просто она не светится и выглядит немножко убого, да? Столько денег влили. Так все тут прикольно сделали. И все, пакеты. А самое главное, что покупатели могут обидеться и не вернуться в Зару, даже если они откроются. Такое тоже возможно. Вряд ли. Ну и все равно кто-то отвалится. А, не, вот Uniqlo. Вот лог. Вот он, Uniqlo. Он еще работает. Я не знаю, надо ли нам что-то там купить. В принципе, если вот так со стороны посмотреть, я не вижу прям какой-то паники. Ну да, H&M и вся Зара закрылась. Но я там ничего не покупал особо. Да ладно, все спортивки из М4. Слушай, это дешманские спортивки. И альтернатива есть все равно. Поэтому это не какой-то уникальный товар. Вот то, что лепаки, которые тебе нравятся, без косточки. Но надо будет искать. Я их только там после не верну. Ну, ничего страшного. Найдем. Это не какой-то там суперэксклюзивный товар, который прям... Ну, чуть-чуть придется помудохаться. В конце концов, картонка, рынок никто не отменял. Поэтому живем. Зато весело. Зато весело. Я бы, кстати, с удовольствием влог бы заснял на рынке. Давай реально в Брянске. Смотри, что на Брянске рынки едет. Давай в Брянске сходим. Я вот таких, типа, типичных рынков... Я даже не помню, когда в последний раз туда ходил и видел. Если только это был продуктовый, но в Грозном. Давай реально подойдем, спросим. Что, настоящие Гуччи? Точно Гуччи? Да. В Брянске? Да. Давай. И тебе скажут. Да-да, вставай на картонку. Все настоящее. Знаешь, там просто значок вот такой перевернутый. Угу. Это уже отвалится. Да точно Гуччи, ребят. И вместо Г там Си будет. Да-да-да. Кучи. Ну, кучи, но это оригинал. Да, но оригинал. Там просто строчка, она вот на фабрике пошла и чуть-чуть не допилила. Пусть афация такая, точно оригинал. Точно оригинал. А так, говорю, все, в принципе, нормально. Инсити, я не знаю, был ли он открыт или его закрыли. Ну, закрыли. А я даже не знаю этот магазин, что там продается. Не помню. Я в него не хотела. Не помню вообще. Вот. Ну, будем вот сюда ходить, за лифаками. Не знаю этот бренд. Все. Ты видишь? Видишь? А ты знаешь, что? Бабушкины. Бабушкины посетят. Не-не-не-не-не. Причем здесь бабушкины? По-любому, если спросить у аудитории, где можно посмотреть лифаки без косточки, они тебе подскажут. Девчонки тоже все это смотрят. Без косточки там есть, их очень много. Просто они не понимают, какие именно я хочу. Ну, я тоже не могу объяснить. Катя сказала, чтобы я включил камеру, сказал, что я пиздобол. Короче, я могучая открыта. Просто, может быть, продавщица пошла какать. Или писать. Или есть. Вот. Поэтому было закрыто. А так все нормально. Ну, и все равно там дети кресла за 2 миллиона рублей нам нахер не нужны. Тут еще, знаете, разочаровались, когда мы жили в Сочи. Хотели сходить на Uncharted в IMAX. Катя никогда там не была. И я ходил на Человека-паука с Марком. Мне прям вообще кайфули. Я в кино только на IMAX хожу. И потом компания Sony объявила о том, что не будут показывать свои фильмы. И буквально на следующий день я хотел взять... Эта штука похожа на какую-то клякс с глазами. Это плевок. Так какая-то. Короче, на следующий день, когда мы хотели сходить, уже не было билетов с опцией IMAX. Только 2D. А на 2D какой смысл идти? Он выйдет потом через, не знаю, месяц на кинопабе и посмотрим на телекину моем. В большом. Вот. Поэтому, Катя, тебе так и не удалось увидеть этот формат. Понять. Ну, то есть, это же не просто 3D, знаешь, такое галимое, дешманское. А оно прям вообще кайфовое. Так. Что мы сейчас будем делать? Фу. Покатаемся. Да, я еще вот и обещала, что мы за кофе сходим. Нет, я не обещала. Я вообще-таки просто сказала, что мы можем взять его на футкорде в ТЦ. Вот ты ела, а какая. Манипулятор, а. Ну что, ты сам забыл про него, ты же хотел кофе, я не хотела. А ты мне не напомнила. Ну все, кока-колки выпил. Кока-кола, а на этом сахар тебе бодрит. Бодрит, еще и кофе сверху классно. Ну да, наверное, да. Ну вот, Катюш, смотри, салон верхней одежды Тайга. Скидки 50-60-70%. Вот это наш будущий шопинг. Выберем тебе пальто красивое. Носки, трусы, все там есть. Еще и скидки 50%. Это минимум, минимум. Ой, нихера себе здесь пик расстроился. Давно я здесь не ездил. Офигеть. Польская 8. Там чуть дальше депо метро Свиблова. Видимо, я вообще этого не видел. Прикольно. Пиковские дома как грибы появляются. Вообще не успеваешь просто за ними следить. Ты, кстати, немножко мне зеркало разгрыла. Какого-то. Как обычно. А он метро. Не знаю, видно там вагоны или нет. Но глазами видно. Здесь пятежка снимает тебя. Вот так. То есть ты крыса. Ля, ты крыса, да? Еще какая. Я просто хочу тебе показать настоящую. Какую? Смешную. Дурашливую. В том-то и дело, что все видосы, которые ты укладываешь, я везде смешная. У меня же люди, ну, тебе в комментарии там писали, то, что я еще ребенок, то, что я считаю, что у меня там играет в одном месте детство. Так. А ты серьезная дама. Я не серьезная. Ну, хватит. Я могу быть и веселой, и серьезной, спокойной. Да не, на самом деле, да. В большинстве случаев так получается. Катю я начинаю с... Ну, я еще просто веселюсь постоянно, и она заводится. Я режим чайки включаю. Да, вот так вот смеюсь, и не могу остановиться. Все, это же надолго просто подождать. А так она часто серьезная. Наоборот, сидит и что-то прям... Андрей, ты можешь так не делать? Пожалуйста. Андрей, ты можешь не вот этой, но и просто сидеть. Ну, ты такой, как будто я тобой недовольна во всем. Ты мной очень довольна. Любишь меня пиздяу просто. И это факт. Да, и я тебя. Короче, чё, знаешь, чё хочу сказать? Не знаю, как с твоей привычкой это бороться. Мы едем в Глобус. Какой привычка? За чем-нибудь вкусненьким. Буквально час назад ели. Я вообще просто полностью сытый. Катя съела стейк, картошку фри. Запила все это колы, колу слово поела. Еще мою картошку фри батат попробовала. И она хочет есть. Причем, говорит, что-нибудь вкусное. Я не хочу есть. Я хочу вкусненькое. Я понимаю, я понимаю, чё-нибудь вкусненькое. Ну, может, я сейчас возьму свою любимую, эту Экзо. Может быть, чё-нибудь ещё. Не знаю. Короче, мне нужна сумка в машину, в которой будет лежать чё-нибудь вкусненькое. Вот как для детей. Это могут быть сухофрукты какие-то, это могут быть орешки, это может быть морожка. Но морожка-то в сумку не положишь, оно всё растает. Да, да, конечно. Ну, чё-нибудь такое, которое хранится долго. Блин, да мне хватает чуть-чуть совсем. Давайте я как коню сахар в кусочках просто буду держать и коронить. Чё скажешь? Блин, мы так далеко паркуемся вообще. Мы? Да. Угу. Говори за себя. А там мест нету. А там мест нету. Куча мест, вот покажи, глянь. Куча просто. Так это всё равно, смотри, далеко. Ну, вон там ближе на шесть мест, такие на семь. Ну, это не прям пипец, как близко. Дойдёшь, не разваливаешься. Давай. Всё, уходим. Ты так сказал, блин, привычку мою, как будто я тут обжираюсь. А то нет. А то нет. Потому что проходит час, и всё, есть охота. Я очень мало ем, если ты не заметил. Чё-то как раз в последнее время я вообще не заметил. Порции у меня просто мизерные. Ты постоянно берёшь что-то в рейстики, я съедаю две ложки супа и откушу ещё чего-нибудь. Всё, и всё остальное мы выкидываем. Да, это ещё и дорого очень, наоборот. Лучше бы ела полноценные порции, наедалась. Мне хватает чуть-чуть, но надо часто. Очень часто, но вообще по чуть-чуть. Ну, это про еду. Суни. Вообще нормальная тема. Вот это тебе прям как раз. Смотри, скидка 26%. Кстати, дороговато, 1100 рублей. Тапочки, фигапочки. Ну, смотри, какие. Да кайф, я тебе говорю, кайф. Вот там можно, смотри, шорты женские. Нафиг Adidas, смотри, какие шикарные. 359 рублей. Кайфовые же. Всё, пошли, пошёл. Не нравится? Кайф. Полотенчики. Да всё есть. Как мы это проживём? Полотенчики, да? Да, детей здесь. Видишь, мяу. Что, кстати, прикольно. Вон для мальчиков есть машинки, самолётики вон, танчики. Ну, вот это, конечно. Вот, например, отдел с носками. Кстати, классный спанчбоб. Да, мне нравится. Спанчбоб. А какой размер? А это детский? 42, 42, 43, 44, 45. А меньше? У тебя 36-й надо. Может, мне такие взять? Может, не, да. Давай реально возьму. Вот, 42, 43. По приколу. Нужны они нам? Ну, дома буду ходить. Классный. Бери дома, да, бушка. Можно ещё какие-то посмотреть. Тут есть Marvel. Нет, слитки. Нет, да, слитки не хочу. Это нормально? Да это перформанс. Надо вставиться для изменённых, знаешь. Не, не понял. А, окей. Зачем тебе детский чай? Ну, во-первых, он натуральный. А во-вторых, спокойных с ног. Так я тебя и так усыплю, если надо. А вот эту тему я сам обожаю. Смотри. Яблоко-малина. Мы же просто будем яблоко со слипкой. Давай ещё малину попробуем, вот эту. Мне нравится. Причём классно, что его можно пить без ложки. А там ещё я видел вот эту. Давай я одну всё-таки возьму. Вот этот, ребят, офигительный. Детский банан с мякотью. Вообще супер. Да, классно. Но у нас только дома стоит один. Ну, я же сейчас в машине всё это оставлю. Слушай. Реально? Наверное, не получится. Сейчас минусы на улице. Да, минус 12-13. Это стекло. Да. Если оно треснет, будет пипец в машине. Просто я лучше буду из дома брать себе машину. Ну, давай из дома, да, брать. Ну, пойдём что-нибудь ещё классное возьмём. Там совсем не маленько. Я чуть-чуть просто не знаю. О, а вот тут ещё что-то есть. Ой, извините. Нет. Это не хорошо. А вот, смотри. Какое-то пюре с йогуртом. Банан, черника с йогуртом и злаками. Попробовать просто. Ну, если интересно. Нифига себе он стоит 100 рублей за 90 грамм. Недёшево. Есть спелая манга. Хотели чуть-чуть купить, в итоге набрали. Ну, достаточно много. Ну, я думаю, ничего страшного. Мы чуть-чуть покатаемся. Оно же не испортится. Нет. Ну, у меня скорее вопрос к иммунеке. Нет, не испортится. Вот этот... Не испортится. Какой-то термостатный йогурт, хрен знает что. Вот это мне советовали, а я поэтому решил его взять, попробовать. Но остальное всё так по мелочи. Первый раз будем пробовать. От Мартина какие-то премии. Обычно вот такие берём, да. Здесь какие-то особенные. Всем особенные посмотрим. Мне кажется, они такие же берут. Слушай, ну, надо открыть, да заценить. Ну, и, конечно, Катя не может без вот этой гадости. Супер кислый. Нет, не очень редко. Очень редко такое ешь. Это прям вообще хрень полная. Ну, потом это всё детским печеньем, да, так сказать, сверху. Чтобы это... Компенсировать гадость. Вообще я взяла пивчик. Что это такое? Ну, вот это сладкое, вот это кислое. А при чём здесь пивчик? Не знаю. Кот. Кот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok